Для чего люди ходят на пляж? Девушки хотят познакомиться, а парни просто хотели подурачиться. Пляжников так много и все такие разные. Солнце в зените, а значит пора загорать. Чем сильнее припекает, тем лучше. Главное занять правильную позицию. Эй, а под руками почему не загорает? Солнечный фанатик легко превратит шорты в изящные стринги. Ненавижу белые пятна на теле. Чтобы добиться результата, они пускают в ход все средства. Подставляют солнцу самые труднодоступные места. Вот это акробатика. Может отражатель поможет. А вот и результат. Кожа цвета шоколада. Ну, наконец-то. Эй, крошки, оцените загар. А это вечно голодный курортник. А он не перепутал пляж со столовой? Купаться? Подождите, я еще не поел. Кстати, а где продавцы кукурузы? Чего этому обжоре еще не хватает? У него с собой целая сумка еды. Еще одну сардельку. И можно идти купаться. О нет, закончилась еда. Не может быть. Фух, вот они любимые. Ом-ням-ням. Ланч во время купания. То, что нужно голодному пляжнику. Ну, хватит брызгаться. Признайтесь, вы же просто завидуете. Есть такое правило. Не выложил фотку с моря. Значит, не отдыхал. Но для некоторых это становится главным планом на отпуск. Нам нужен фотоконтент на год вперед. На старт. Внимание, марш. Для начала фото у моря. Хм, чего-то не хватает. Духа тропиков. Не удивляйся, если реквизит они принесут с собой. Покажи страсть. Больше страсти. Отличные кадры. А теперь я. Сфоткаю, как будто я просто купаюсь. Наслаждаюсь жизнью. И совсем не думаю про фото. Все должно быть максимально естественно. О, почти как в рекламе Тимотой. Но результат стараний иногда превосходит любые ожидания. Спасатели Малибу отдыхают. Похоже, даже подруга немного завидует. Упс, что ты наделала? Испортила такой лук. А кто там говорил про естественность? Франкер – это состояние души. Эти весельчаки не изменяют привычкам даже на отдыхе. Ой, а что у тебя на спине? А? Где? Ха-ха. Старый добрый розыгрыш. Да уж, близким франкера не позавидуешь. Я купаться. Давай полотенце. Наконец-то, бесценные минуты тишины. Можно расслабиться и отдохнуть. Эй, это была плохая идея. Франкер уже на подходе. Жертва уснула. Почему бы ее не закопать? Вот смеху будет. О, привет. Ты уже вернулся, милый? И чего злиться? Все ж девушки хотят увеличить грудь. С меня? Хватит. Я купаться. Но фонтан пранковых идей уже не остановить. Дерни за веревочку. Ой, что будет? Упс, а где мои плавки? Фух, нашла. Смейся, смейся. Сейчас она выйдет на берег, и ты об этом сильно пожалеешь. Солнце садится за горизонт. На охоту выходит пикапер. Закрутить роман во время отпуска – это дело чести. А для чего же еще тогда придумали курорты? Цель определена. Охотник в ударе. Эй, крошка, может познакомимся? Ах да, девушки любят настойчивых. Пошел отсюда хам. Увы, не все приходят на пляж, чтобы найти себе вторую половинку. Но пикапера уже не остановить. Рмяу. Малышка, хочешь я буду твоим котиком? Котиком? Кажется, у этой красотки выраженная аллергия на животных. Опять мимо. Но кто ищет, тот всегда найдет. Попытка номер три не подведи. Детка, ты прекрасна, как этот закат. Что? Сегодня явно не его вечер. Вместо второй половинки он нашел себе на голову неприятности. Приятности. Ого. Ну и проваливайте. Все равно вы меня недостойны. Девушки отдыхают Бррр, холодина. Нужно согреться. Слабовато как-то. А еще друзья называетесь. Хорошо, что настоящему пловцу особо никто и не нужен. В прошлой жизни этот парень мог быть акулой. Странно, что у него еще жабры не отросли. Друзья уже собрались домой, а он все еще плещется в море. И он не сдастся. Выйдет на берег с наступлением темноты. Но только чтобы поспать. А на утро... Ура! Можно снова купаться. Пляж. Один из лучших вариантов релакса. Теплые лучи, шум прибоя. Почему бы не воссоединиться с природой и не позагорать голышом? А ведь когда релаксируешь телом и душой, это совсем другие ощущения. И у окружающих в том числе. Ого, ты это видел? Но настоящего нудиста не смутить. Чего уставились? Голых людей не видели? Мимо. Мимо проходим. Не отвлекаем. О, да. Эта девушка отдыхает только в свое удовольствие. Пляж очень романтичное место. И влюбленные парочки здесь частые гости. Какой чудесный день. Какие чудесные мы. Выглядит как идеальный отдых. Не скучай. Я отлучусь на минуточку. Но как влюбленное сердце может не скучать? Нужно приготовить сюрприз для своей половинки. Я тебя люблю. Как мило. Увы, на пляже голубки не одни. И в влюбленные планы может вмешаться жестокая реальность. И глупая шутка пранкера. Я тебя ненавижу? О нет. Ты разбил мне сердце. Я и себе его разбил. Какой кошмар. Самый ужасный день. Это крах наших отношений. Хорошо, что влюбленные не могут долго обижаться. И в конце концов, их любовь побеждает все-все невзгоды. Люди приезжают на море, чтобы что? Правильно, купаться. Бррр, а почему так холодно? Ой, нет. Я же не морж какой-то. Но купаться ведь хочется. А когда холодно, что делают? Правильно, одеваются теплее. Термолосины, носочки, курточка, шапка. К заплыву готов. Холод больше не страшен. Но против законов природы не попрешь. Ой, ой-ой-ой-ой. Откуда взялся этот пронизывающий ветер? И почему куртка не греет? Это же натуральный пух. Но в море купаются многие. А вот ванны и принадлежности есть только у избранных. Мочалка, гель и шапочка для душа. Такая большая ванна будет только у меня и у... А, нет. Только у меня. Убить двух зайцев одним выстрелом. Идеально. И поплавать. И в порядок себя привести. Ну вот, с легким паром. Теперь и на дискотеку можно. Где тут лучшие тусовки? Плавать без матраса? Не, не слышал. Зря, что ли, их сделали такими комфортными. Задремал и дрейфуешь. Кайф же. Правда, иногда сонный дрейф заканчивается неприятностями. Спасите. Помогите. Эй, вы. Там. На берегу. Меня несет в открытое море. Помогите. Заметил такого? Срочно звони спасателям. Кто видел жизнь, тот всегда на чеку. Ведь опасности подстерегают на каждом шагу. Особенно в морской пучине. Но волны. Берегитесь. Вам конец. Самое главное для бойца – быстрая реакция. Получай. Свалить от меня хотела. Не на того напала. Ну что, сдаешься? То-то же превратить штормящее море в гладкий штиль. Да я просто укоротитель волн. А теперь с чувством выполненного долга можно на берег. Море волнуется раз и правильно делает. Супербоец всегда где-то рядом. Понравился наш ролик про типы людей на пляже? А как ты провел это лето? Где отдыхал? Напиши нам об этом в комментарии. И не забудь поставить лайк этому видео, подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые скетчи от канала Трум Трум Селект. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!